Добрый день, Сергей, привет из Кинишмы. Сразу не было звука. Сейчас звук есть, все слышно, видно, хорошо. Понятно, и вас тоже слышно, видно. У нас сегодня поездка в Екатеринбург. В связи с этим надо быстро-быстро все сделать. Я еще даже из машины ничего не выгружал. Татьяна, тоже вы можете говорить. Погода у нас сегодня хорошая. Даже настолько хорошая, что я перестраховался, одел курточку. Сейчас иду, и мне жарко, честно говоря. Хотел вопрос такой задать. Недавно у нас была реклама компании ZOO Lab. Там средства для суставов и для всего остального. И представитель компании написал, задавайте вопросы. Вот мне интересно, никаких вопросов нет? Или просто у вас, как бы, ну, вам это неинтересно? Вот если кто-то здесь из присутствующих есть, обратил внимание. Вот, ваше мнение по поводу этого, как сказать, препарата. Хотелось бы услышать. А все слушают, все ждут, когда я что-то расскажу. Всем интересно, что расскажет Грейс. А Грейс ничего не рассказывает. Грейс, он приседает и идет по травке. Пузик ищет. Сергей, мы пока не пользовались им, так мы ничего сказать не можем. Когда вот купим, используем, тогда, может, что-то и будут какие-то вопросы. Нет, ну, понятно, что после того, как, как, нет, в любом случае, вот вы приходите в магазин, там, допустим, покупаете стиральную машину, все равно же у продавцов что-то спрашиваете, интересуетесь. То есть, вообще, по продукту, ну, какие-то вопросы, там, я не знаю, все равно должны, наверное, возникать. Или как? Ну, не знаю, у меня пока вопросов никаких нет. Все было лаконично и понятно изначально, да? Сергей, вы можете еще раз напомнить про это? Потому что я вчера в апреле была на стриме, потому что была в отъезде. Ага. А вчера тоже плохо слушала, поэтому не очень понимаю, о чем это. Понятно. Вот смотрите, значит, есть такая компания, Зоулаб называется. Они предлагают препарат, который помогает при облегчении болей различных. Вот. В связи с тем, что мы, как бы, занимаемся питомцами, нам предложили попробовать взять, ну, там у них 4 курса, и попробовать кому-то из наших питомцев проверить. Помогает это действительно, ну, получить отзыв от нас. Вот. Я, как бы, мы с Галиной сначала вроде как откликнулись, но потом говорю, что у нас очень много, то есть надо выбрать, выбрать сложно кого-то. Вот. И Марина, как бы, представитель говорит, давайте, говорит, попробуем, предложим вашим. Ну, все равно нас смотрят, так скажем, люди, у кого есть животные. Я говорю, ну, давайте попробуем, предложим. Вот. И в понедельник у нас был пост рекламный на канале. И, в общем, мы с Мариной решили, что выложим этот пост, у людей возникнут вопросы, и она будет на эти вопросы, то есть мы завтра планировали сделать стрим, чтобы Марина поучаствовала и на ваши вопросы ответила. Обычно у нас, когда выходит какой-то, ну, пост, какая-нибудь там история, фотография или еще что-нибудь, обычно пишут различные, ну, мнения или еще что-то. В этот раз, как бы, это вот не произошло. Поэтому вот и интересно, тут у нас, как сказать, грязь, я в тапках, давай грязь, тут не пойдем, пойдем в другом месте. Пойдем, ты же умная девочка, пошли. Вот. И в этот раз просто никаких у никого вопросов и не возникло. И мне вот интересно просто, есть смысл проводить прямой эфир, допустим, завтра, с представителем, что будут какие-то вопросы или нет. А то мы пригласим Марину и будем с Мариной между собой разговаривать. Вот я о чем. Иди сюда. Ну, в любом случае, она даст нужную информацию, расскажет все. У нее-то есть, наверное, информация для нас. И нам будет понятнее. Ну, понятно. Нам будет интересно послушать, как вы между собой будете разговаривать. Это как в анекдоте стучатся в дверь два мужика, и мужик спрашивает, что, говорит, вам надо поговорить. Ну, так вас двое вот и разговариваете. Мы послушаем, и вы поговорим. Пошли, Грейс, пойдем. Пойдем. Нет, там грязно. Я могу быть узнаватренно. Ну, то есть завтра, все что, стрим с Мариной будем проводить тогда. Вот. Я еще сегодня хотел с Дональдом, конечно, прогуляться. Но чувствую, что у меня по времени я не успеваю, потому что мы вчера получили эти тазы большие, нам пришли. Они до сих пор у меня еще из машины даже не выгружены. И мне необходимо будет пойти их сейчас выгружать, потому что надо еще спинальников делать. Поэтому с Дональдом, если что, завтра с Мариной, график такой, а потом уже будем с Дональдом. Ну, я не знаю, посмотрим, может ли с Дональдом завтра и с Мариной вместе будем. Вот. Сегодня мы поедем, когда поедем, у нас связи не будет. Вчера был такой хороший прямой эфир, аж два часа в этом, в Ютубе. И я думаю, что мы сегодня опять проведем с Галиной такого же формата вертикальный прямой эфир. Мы выйдем в эфир. Это будет ориентировочно, наверное, в часах после пяти по Москве. Ну, не ровно в пять по Москве, там, не знаю, может в шесть по Москве, может в пол седьмого. Все зависит от пробок, от интернета. Так что приходите к Гале. Вот у Гали вообще супер получается. Вот. Кто-то звук и микрофон включил одновременно. Вот. Когда Галя рассказывает, ее слушают в полтора раза больше, чем меня. А я как-то вот, ну, видимо, не даю столь ценной информации. Неправда, мы всех внимательно слушаем. Ну, понятно. Сергей, вы нас позитивом заряжаете. А Галя знаниями, да? Нравится? Каждый в своей области знаток. Понятно. Чуть-чуть. Судя по результатам, люди больше... Вот у нас такая аудитория, которая больше хочет получать знания, чем смеяться, хохотать. И это подтверждает очередную поговорку. Смех без причины – признак врачины. Смех продлевает жизнь. Да. Это сто процентов. Гугуцик пропал. Перестал нас баловать репортажами. А Гугуцик, да, он пропал. Ну, тут дело в том, что... Лодерничает, лодерничает. Не успеваем. Я не успеваю просто. Сейчас говорил, что... Ну, пересмотрел немножко приоритеты в связи с тем, что надо... Ну, тут, как сказать, заработок и творчество, оно очень редко тогда совместимо. И у нас, получается, нам, чтобы как бы оставаться на плаву... Раньше я в творчество, конечно, вкладывался немножко сильнее. А сейчас я понял, что если буду дальше творчески вкладываться, то мы просто-напросто будем сосать лапу, грубо говоря. Вот, поэтому сейчас у нас приоритет, это вот еще с этим Ютубом непонятно что... Приоритет, возможность что-то заработать. Поэтому я... Сегодня, кстати, вышла на Тонексе сказка от Лучика. Продолжение будет, наверное... Ура! Ура! Попозже будет продолжение. Ну, это да... Сереж, можно вопрос по Телеграм у меня? Да, вот он, да? У меня после 25-го числа пропадают в Телеграм хвостатого счастья все посты, все кружочки. Даже сегодняшние все кружочки, вот, с Дональдом, с Кирочкой, все пропало. Остался только последний, который я еще не прочитала, который я не открыла. Вот, 25-е число, это последнее, что... Остальное все пропало. С чем это связано? У вас, может быть, автоматическая очистка включена? Да. Нет. Может быть, стоять автоматическое удаление постов. Хорошо, я проверю. Ну, это прям вот так жалко. У вас... Хорошо, я посмотрю. Я лазила в настройки как-то вот на дне. Может быть, я еще чем-то смотрю. Это же вы мне писали еще, какие у нас каналы есть, да? В другом чате еще хвостатое счастье. Я не писала. Вы не писали? Мне просто кто-то тоже, Татьяна, писала, что скиньте ссылки на ваши каналы другие. Я отправил 4 канала, а там стоит настройка автоматически все сообщения удалять через сутки. Вот. Поэтому есть такая настройка в самом Телеграме. То есть удаление, автоматическое удаление постов. Я посмотрю, спасибо. Меня Лина зовут. Я не Татьяна, я Лина. А, Лина, Лина, да. Вот. Так что смотрите в настройках. Мы сейчас, я говорю, будем делать акцент все-таки на Телеграм, скорее всего. Потому что это более-менее, ну как бы, что-то стабильное. Единственное, да, возникают вопросы. У нас вот вчера было на просмотрах, 10 тысяч просмотров прямого эфира. Предыдущий прямой эфир, который был в пятницу, там у нас было 430 просмотров всего. Представляете, да, насколько разница? Да. То есть, ну, получается. А у нас как бы, ну, я хотел просто, чтобы с этого прямого эфира люди пришли в канал. Мы хотели сейчас подключить канал к монетизации, который называется Терри Расскажет. Ой, не вешать, хвост, хвостомарины. Вот, и опубликовали и в канале запись, ссылку дали, но люди почему-то не приходят. Хотя в БАСе, ну, больше 2000 подписчиков. В принципе. По-хорошему это получается в Телеграме, вот эта монетизация, она почти как монетизация в Ютубе. До того, как вот начались вот эти все, до 22-го года. Но даже, она даже выше, она даже лучше, чем в Ютубе. В Ютубе за 1000 просмотров платят, ну, максимум 100-200 рублей за 1000 просмотров. Вот, а здесь за 1000 просмотров могут заплатить и 500, и 600. И плюс никакой головной боли от того, что вывод денег на карту, курс валют, вот этого всего нет. Вот, поэтому хотелось бы сделать, ну, допустим, там, 4 канала вот этих запустить наших. И чтобы они были и вам интересны, и реклама там была. Хотя, ну, я не знаю, сегодня прозвучал такой момент, что вроде как одна реклама. Ну, я надеюсь, с пониманием отнесетесь, что реклама помогает нам выживать. Вот, то есть мы можем, вот, честно сказать, мы можем на основном канале с утра до вечера пиарить какие-нибудь ставки на спорт. Легко. И у нас будет выходить там по 200 тысяч в месяц. Вот, но я думаю, что просто кто-то может из наших подписчиков, кто, допустим, не услышит меня, да, кто-то случайно зайдет и увидит, что мы вот такие вот пиарим ставки на спорт. И, так сказать, ну, имя стоит гораздо дороже, чем эти 200 тысяч. То есть мы не готовы, за любые деньги не готовы пихать пирамиды, пихать какие-то ставки букмекеров. Не стоит этого, я думаю. Вот, ладно, друзья, все, пора бежать. Достойные позиции. Хорошо. Сергей, я вот вам сейчас перечислила 10 РПК. У меня как, у меня копится, копится. И что-то они так стали мало давать, все меньше, меньше, меньше. Я тоже заметил, они дают мало, когда мало проводишь времени в республике в этой. То есть если просто заходишь, ну, ставишь лайки и пишешь, даже не пишешь, а скопировал, ставил там, допустим, там, три сердечка, ну, такой комментарий, то начислять могут мало. Вот. Если заходишь, открываешь пост, там, пишешь какой-то комментарий, там, ну, там, 4-5 слов таких, причем не скопировал, ставил, то есть, то они на следующий день начисляют больше. То есть там тоже какие-то алгоритмы есть, но, честно говоря, вот у нас с РПК, я там пока вот не выводил и думаю, что пока пускай копится. Потому что раньше там были в тренде водолазы, вот, и танцоры, сейчас остались одни танцоры. Ирина Николаевна просит слово. Вот, спасибо. Так, давайте Ирину Николаевну. Послушаем, а то я тут собрался, уже уходите. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Слушаем вас. О, Ирина Николаевна даже камеру включила. Здравствуйте, очень рада, что я вас слышу. Здравствуйте, здравствуйте. Слышно, да? Да, слышно, что я вас не поединиться к вам. Замечательно. Вы откуда? Из какого города? Из Москвы. Замечательно. Как в Москве с погодой? В Москве распогодилось солнышко, погода хорошая. Прямо у нас, как у нас, мы практически как в Москве живем. У нас тоже распогодилось. Ну нет, мы в эти дни ходили прямо одеты, и прямо такой холод был. У нас такого холода не было. У нас первый день был какой. А у нас 37 градусов, только что дождь пролил, и опять солнышко. Понятно. Ну у нас тоже грузик был, грибы пошли, все хорошо. Замечательно. Вот, приходите сегодня все на прямой эфир, который у нас будет опять выездной. Будем с вами там общаться, ну не голосом. Задавайте вопросы. Вот, не знаю, отразили, не отразили, почему много просмотров на ютубе, на таких прямых эфирах. Чем он полезен, такие прямые эфиры? Во-первых, когда делается прямой эфир вот такой вертикальный, как вчера, они начинают рекомендоваться в шортсах, в разделах ютуб шортс. А там простые вот эти шортсы, они могут набирать аж миллионный просмотр. Вот, это первый момент. То есть у него получается дополнительная лента рекомендаций. Дополнительно приходят люди. Вот, второй момент. Когда на эфире люди, ну там считается среднее количество времени, сколько человек проводит на эфире. То есть когда в среднем человек находится больше 12-11 минут, этот эфир считается классным, и ютуб начинает его рекомендовать другим пользователям, кто в данный момент находится на ютубе. Но тем, то есть, допустим, если мужчина смотрит там про гараж, там про что-то такое, про машину, то есть ему, конечно, не будут показывать эфир про животных, да? А если там кто-нибудь, допустим, женщина какая-нибудь смотрит, там про кошечек или еще, то есть какие-нибудь другие каналы, похожие на наши каналы там, вот, они начинают им показывать, рекомендовать. У нас есть, ну, грубо говоря, каналы, даже вот у Гаяны, допустим, канал, у нее там миллион четыреста пятьдесят подписчиков, то есть у нее такой, ну, хороший, по подписчикам хороший канал. Вот, то есть возможно, что нас порекомендуют зрителям ее каналы или еще кому-то. То есть такая бесплатная реклама получается. Если на стриме находится в моменте, ну, удерживается больше 300 зрителей в ютубе, то стрим вообще получает очень такой хороший пинок, он называется Boost, вот, и ему еще больше дает просмотров. То есть у нас, вот, грубо говоря, вчерашний стрим рекомендовали, по-моему, то ли восемнадцать, то ли тридцать тысяч зрителей посмотреть. То есть увидели наши, ну, как бы, предложили зайти тридцати тысячам, вот, а посмотрели десять, и это считается хорошо, это тридцать процентов конверсия такая штука. Вот, и у нас вот благодаря вот этому идет рост канала ютуба. А с ютуба, естественно, идут переходы уже на другие наши каналы, телеграм. То есть вот таким образом можно привлекать подписчиков в телеграм. Вот, а телеграм можно монетизировать. То есть у нас вот такая вот многоходовочка издалека. Вот, надеюсь, вам интересно рассказал. Ну, стал рассказывать, было 35 человек, сейчас 29, все ушли. 29 уже давно, уже минут 10-20. Сережа, можно я мнение свое выскажу по поводу стримов? Вы говорите, что когда вы один в стриме, то это неинтересно, а когда Галина одна в стриме, это интересно. Во-первых, Галина одна в стриме практически, вот, я, во всяком случае, не видела. Это редко очень бывает, когда вы просто отходите куда-то. Но когда вы вместе, когда вы вдвоем, вы так друг друга дополняете. Это так классно. Вот прям классно. Потому что вы, вот, ваш тандем, он очень гармоничный. И я думаю, что многим людям просто вот это и все интересно. Понятно. Это правда. Начинает, вы заканчиваете ее с фразой. Она что-то забыла, вы ей подсказываете. Вот какая-то такая вот очень атмосфера приятная. Ну, может быть, тогда мы сегодня с Галиной погуляем по Ашану, посмотрим, что покупает хвостатая часть себе на еду, на поесть. Вам интересно в магазин сходить с хвостатым частью за продуктами? Интересно, нет? Здорово, Галиной голодовки. Бурно, одобряем. Ну, вопрос такой можно задать? Да, 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 Татьяна. Мне, вы вчера говорили, Симпарик, а вы от нее отказались. Она ко мне просто лезет беспощадно. Нагло влезает и дает свои рекламы. Мне на нее не реагировать? Просто я думала, что это от вас. Вот смотрите, есть два вида рекламы. Есть реклама, которая как пост, то есть она между нашими постами вставляется, то есть как наш пост. Под ней можно зайти и написать комментарий какой-то, да? А есть реклама от самого Телеграма. Это покупается у самого Телеграма, то есть там заходишь в Телеграм, на их неофициальный, ну, я примерно так образно говорю, то есть на их официальный сайт, в рекламный кабинет, вносишь туда евро и покупаешь, говоришь, вот на эти каналы, вот на эту тематику сделать рекламу. Так вот, у вас, скорее всего, вот эта вот рекламка, она в конце ленты всегда идет маленькая такая плашечка. И там, допустим, я не знаю, там, приглашаю на криптовечер, или приглашаю купить там, купите симпарику. Так вот, это реклама, которая идет от Телеграма. И не факт, что, ну, как бы Телеграм не несет ответственность за рекламодателя. Поэтому, поэтому... Они у меня отдельной страничкой стали, почему-то, выходят. Вот как хвостатые части и отдельной страничкой в Телеграме симпарика. Я их не записывала, не регистрировала, они у меня как-то вылезли. Это... Так время времени вылезают. Это может быть, знаете, какая штука? Это вот берут канал, когда создают, можно 200 человек добавить из контактов. Вот. Я вам всем рекомендую зайти в настройки и в настройках поставить, не показывать телефон свой. Там есть такая возможность. Потому что, когда у вас есть телефон, в чат могут зайти. Люди всякие у нас бывают, сами видели, ссылками шпарят. Вот. В чат могут зайти, добавить вас в свои контакты, открывают новый канал и начинают приглашать 200 человек с разных групп. Там, когда вас добавляют в новый канал, вас не оповещают об этом. Но вы, когда в этот канал заходите, у вас наверху в самом есть сообщить о спаме. Вот. И либо добавить в контакты. Ну, с одной стороны, добавить в контакты, а с другой стороны, сообщить о спаме. Если вы сами на канал не подписались, в чат не вступили, вы можете на этот канал нажать и написать удалить. Вот. Либо заходите в сам канал, когда вот он вам открывается. Там, если есть вот это сообщить о спаме, вы можете нажать сообщить о спаме и все. И их, как бы, телеграмм вообще молодец в этом плане. Он берет сразу, без всяких предупреждений, хлоп и канал сносит. Вот. Но они пользуются вот тем, что люди не знают, как это происходит. Это называется инвайтинг. Вот. И инвайтингом нагоняют на канал людей, чтобы кто-то, допустим, перешел по ихней ссылке, заходит на канал, а там 2000 подписчиков. Вот. Он думал, о, нифига. Нормальный канал, значит, можно доверять. И все. И как будто. Кстати, инвайтинг, как бы, дешевое средство, то есть, если у вас таким образом добавили. Ну, я рекомендую выйти, потому что... Мошенники же, они никогда не говорят, что мы мошенники. Я вас обманул. Нет, они могут дать там 10 рублей, могут дать 100 рублей, а потом у вас отнять 5000, да, грубо говоря. Это нормально, что они могут кому-то продать это лекарство нормальное, вот. А могут никому не продавать, могут просто кучу... То есть, в интернете подделать информацию очень легко и просто это делается. И все. То есть, они кому-то это дело... Ну, так, нарисовали отзывы, допустим, да. Да, то есть, мы купили симок. Да даже покупать не надо. Есть, продают аккаунт, телеграм-аккаунт, 5 рублей телеграм-аккаунт. Вот, напокупали там на 50 рублей 10 аккаунтов и написали отзывы, что, оу, нормально, все замечательно, все круто. Поэтому я видел, что продают... Ну, мошенники, они всегда стараются заработать, ищут боль клиента, боль людей и уже, исходя из этого, начинают долбить, то есть, зарабатывать. Там ни стыда, ни родины, ни совести, ни флага, ничего нет. Второй вопрос. Лично вам. Говорите про день рождения. А число и дата? Мы на дне. Да. Ой, в августе когда-то. В конце. Да не честно, это не честно. В конце число... Хорошо, Галя спросит. Я вообще не хочу. Галя мне говорит, может, давай. Мы вот арендовали домик Галине, у нее юбилей был. Мы съездили, там собрались с семьей. Я даже хотел, думал, сделать видео, как это все. Но там потом подумал, нет, у нас есть и люди, кто может действительно порадоваться, что Галя отдохнула, расслабилась. А есть такие, которые скажут, блин, они вот на собаках заработали деньги. А мы ждали видео. А я, наверное... Мы-то знаем, что не на собаках. Мы-то знаем, что не на собаках. Сергей, ну пожалуйста, число. Не спорьте... Есть уже коды для наших зрителей и слушателей. Я хочу не справлять. Вот честно говорю... 26 августа, Сергей. 53 года он справляет. Спасибо. Народ, спасибо. Зачем я дал слово? Спасибо. Спасибо, Сергей, что дали слово. А у меня записано только дома. Я на работе. Все равно знаю. Ну все, спасибо еще раз огромное. Сережа, спасибо большое. И здоровье. Спасибо большое. Давайте. Всего вечера. Попобщаться. Хорошо, давайте. Пока-пока. Удачи вам, всего доброго. Хорошего отдыха. Пока-пока. Давайте. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok